Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, настало время игры престолов. Но! Первую часть, которую я уже неоднократно спойлерил в наших выпусках, мы уже разобрали. И сейчас у нас есть новая игра престолов. Называется она Дом драконов. Там есть очень интересные стрижки, интересные персонажи, которых можно было бы разобрать. Если вы фанат этой вселенной, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Кстати, мы открылись в городе Екатеринбург на Уралмаше. Огромный район, где теперь есть Барбаросса. Я всем крайне рекомендую посетить этот филиал, он очень круто у нас получился. Начнем свой обзор. Мы с парня по имени Визери Старгариен. Выглядит он вот так. Здесь вы можете увидеть мужчину с таким блондом, которого в жизни практически не бывает. Это только у альбиносов могут быть такие волосы. Интересный факт. Такой цвет волос сделали визитной карточкой этой семьи. И мы сразу же их узнаем по этому цвету волос. В жизни подобный цвет вы можете сделать только осветлением и последующим тонированием. Никак абсолютно иначе. Что можно сказать о стрижке? Волосы до плеч, простриженные в одну длину, это даже не каре, друзья. Это просто волосы чуть ниже плеч. Это уже та форма, которую носят многие женщины в свое время. Когда у них каре срастает и просто длинные волосы, у них уже нет названия стрижки. Подобные волосы будут классно смотреться не только на мужчин и взрослых. Они будут смотреться круто и на молодых парнях. Но нужно понимать, что круглому лицу или квадратному подобная стрижка не подойдет. Хоть какой цвет вы их себе покрасьте. В обязательном порядке у вас должно быть либо ромбовидное лицо, либо треугольное, либо овальное. Край прямоугольный. Если вы вспомните всех персонажей с подобными стрижками, то круто они смотрелись именно на таких ребятах. Мы переходим с вами дальше к парню по имени Дэймон Таргариен. На самом деле у него есть что-то прям такое эльфийское во внешности. И сейчас вы увидите почему. Вот он. Заостренные скулы, вытянутое лицо, стройный, худощавый и копна белоснежных волос. В чем крутость его стрижки? Обратите внимание, волосы по факту не касаются плеч в большинстве случаев. Они довольно длинные, пышные. И он очень круто собирает их. Фронтальная часть оттягивается на затылок, фиксируется резинкой, либо косичкой. И за счет этого волосы не спадают на лицо, не закрывают его и сохраняется объем. Скорее всего, конечно же, это парик. И подобную форму в жизни мы не сможем себе позволить. Но если у кого-то растут ультра густые, мягкие и, допустим, светлые волосы, то их можно обесцветить и привести к такой форме. Но, несмотря на то, что образ был очень крутой, в третьей или четвертой серии он решил сходить в барбершоп. Он пришел туда, попросил стрижку рей из джентльменов и вот так он стал выглядеть. Ну что ж, друзья, напишите в комментариях, как ему было лучше. С внешностью эльфа, либо вот с такой грубоватой внешностью, когда он уже подстриг и уложил все волосы назад. Мы переходим с вами к следующему персонажу. Это Отто Хайтауэр. Мы не будем разбирать характер героя, мы разберем его, потому что у него очень круто и гармонично выглядит борода и стрижка. Вы видите мужскую стрижку на среднюю длину волос, уложенную назад с помощью помады, скорее всего. В то время, я думаю, по-любому была помада Барбаросса, и они и пользовались, и купить ее можно по ссылке в описании. И также бороду. Борода на самом деле очень круто здесь выглядит благодаря своей форме. Обратите внимание, стрижка немного вытягивает лицо вверх, и борода делает то же самое, но уходит на расширение. Как раз подобная расширяющаяся форма бороды делает его вид брутальным, добавляет веса в нижней части лица, и он выглядит тяжелым, мужественным. Именно поэтому, если вы хотите добавить брутальности в образ, и у вас хорошо растет борода, присмотритесь к именно такой форме бороды. Мы переходим с вами далее к персонажу Стиву, морской змей. Вот он. Здесь на самом деле очень круто играют контрасты. Белоснежные волосы и черная кожа. На самом деле, контраст кожи и волос, это очень излюбленный прием многих стилистов. Что будет, допустим, если взять девушку, типичную израильтянку, еврейку, и выбелить ее до бела? Будет то же самое, она будет привлекать внимание. Здесь аналогичная ситуация. Чернокожий парень со светлыми волосами, плюс это светлые дреды, белоснежные. Выглядит ярко и необычно, вкупе с седой бородой, это просто пушечно. Ну, если вы не снимаетесь в Игре Престолов, то я думаю, вам он навряд ли подойдет. Это очень эпатажно и очень геморройно за ними ухаживать. Ну, на самом деле, за дредами, да, их нужно подкручивать, подваливать, следить за ними, грамотно мыть. Ну, и плюс они белые, и у нас не так-то чисто в воздухе, и пыль, грязь будет оседать, и зачем это все надо? Мы переходим с вами дальше. Здесь у нас персонаж, который явно вдохновлялся первым сезоном, и Джоном Сноу в частности. Вот он. Этого персонажа зовут Сир Кристен Коль. Вы можете увидеть его с вот такой стрижкой. В сериале он плюс-минус не с одной и той же и ходит. Это мужской боб. Она же стрижка серфера, она же стрижка Джона Сноу. Это та самая стрижка, которую многие парни, когда отращивают волосы в каре, носят. На самом деле, это классная крутая удлиненка, такая львиная грива, которую я всегда очень сильно восхищаюсь, когда у людей она круто растет. Если у вас хорошо растут волосы, я уверяю, что в 90% случаев подобные стрижки вам подойдут. Мы уже делали выпуски об этой стрижке на нашем канале, обязательно посмотрите. Мы переходим с вами к следующему персонажу. Это Лейнар Виларион. Вот он. Почему мы его взяли? В прошлый раз, когда мы говорили о контрастном персонаже, вы видели чернокожего парня с белоснежными волосами. Здесь вы видите довольно смуглого парня, тоже с белоснежными волосами, только здесь уже брейды. Брейды неоднократно просили разобрать на нашем канале, кому они подойдут, как они будут выглядеть. Брейды не корректируют лицо. Они оголяют все его черты и делают их, ну, очень грубыми. Здесь вы можете увидеть, насколько резко выступают все черты лица. На самом деле, подобная стрижка очень круто подходит футболистам, поэтому они ее так любят. Если вы знаете, какой футболист ходил с брейдами, напишите обязательно в комментариях. Ну что же, друзья, на этом наша подборка персонажей закончилась. Если есть еще какие-то герои, которых мы не разобрали, обязательно об этом пишите. Ну а я напоминаю вам, что во всей нашей сети барбершопов Барбаросса действует 20% скидка на первый визит. И мы можем спокойно повторить вам как образ Джона Сноу, так и образ Лейнера Вилариона. Поэтому не забываем перейти по ссылочке в описании, записаться на услуги, а потом поставить палец вверх и подписаться на канал. До встречи в следующих выпусках.